Идется крайне тяжело. Спали просто в столовой на полу. Туда нам идти, он тропа. Ооо, вот это да. 4 919 метров над уровнем моря. Привет. Самой опасной горой в мире. Пальцы сейчас, как у Марии Сырцога, наверное, путируть пойдется. Доброе утро, друзья. Девятый день трекинга. Время 57. Мы идем уже 40 минут, но ушли не так далеко от лагеря. Идется крайне тяжело. Спать тоже было. Не очень просто. Вот такой высоте уже спится не очень хорошо. И нам сегодня нужно набрать 900 метров и пройти 7 километров. 7 километров. Ну, лучше сейчас потихонечку, потихонечку. Но я чувствую, что это будет один из самых жестких дней. Камеры замороза все время вырубаются. Так что пока солнце окончательно не выглянет, мало что я запишу. А вообще, здесь мороз переносится гораздо лучше, чем у нас, скажем так, в Московской области. Так как здесь гораздо суше. Про базовые лаги. Приходить туда нужно как можно раньше, потому что места может не хватить. Вот, например, как мы сегодня сейчас с утра уходили. Видимо, те, кто пришел вчера попозже, спали просто в столовой на полу. И, как мне показалось, наиболее приятный приют, ну, скажем так, отель. Это самый первый, как вы входите в базовый лагерь. Мы снова встретили этих, да, ромкопытных. Такие они вообще. Да, ну, короче, местные. Как в английском языке, эта порода называется блюшип, голубая овца. Наверное, камеру не видно, вон они. Вон, туда. На мытье, вон тропа, серпантином вверх. Это еще где-то почти 4 километра и набор высоты 450 метров. Тяжело идет. Как? Скажи что-нибудь. До озера я шел под горняшкой. В совокупности с усталостью состояние в целом было предотморочное. Но стоило остановиться на минуту-другую и отдышаться, симптомы уходили. О, вот это да. Целых 4,5 часа мы сюда шли. Дошли, честно сказать, с большим трудом. На стенде показывает высоту отметка 4919 метров над уровнем моря. У меня осмут показывает высоту 5030 метров. Это, можно сказать, высота Казбека, который находится на границе Грузии и Республики Северная Осетия в России. И почти высота Косой Полкиной Эльбрусе. Ну что, вот оно. Телечо. Одно из самых высокогорных озер мира. И самых больших на этой высоте. Сама точка, до которой мы дошли, находится выше озера более чем на 100 метров. То есть, это более 5000 метров над уровнем моря. Само же озеро потрясающей красоты имеет размеры примерно 1,4 километра. И пополняется далыми водами пика Телечо высотой 7134 метра. Его можно увидеть слева. Он возвышается над озером еще на 2000 метров. Единственная форма жизни, обнаруженная в отдых озера Телечо, Лангтон. С декабря по май Телечо покрыто льдом. У нас теперь дилемма. У нас теперь дилемма по поводу ночевки. Так как мы сейчас сейчас понимаем, что в Монанг вернуться мы при всем желании не успеем. Так как до него 21 километр, не самый лучший тропы. А время 11 часов дня. А у нас там часть вещей. Будем думать, в общем. Кстати, имеется еще один маршрут к озеру. Это с запада из города Джомсон. Этот маршрут более сложный и рекомендуется лишь опытным туристам, имеющим пивачное снаряжение. На обратном пути мы зашли за рюкзаками в базовый лагерь. Плотно пообедали и начали спуск до деревни Шрикханка, в которой дошли уже в темноте. В дороге снова встретим гималайских голубых баранов. В этот раз буквально в нескольких метрах от себя. Послеобеденный сон. Субтитры сделал DimaTorzok. Привет! Привет! Здравствуйте! Десятый день трекинга. Вчера, соответственно, в Мананг мы спуститься не успели. Да, в принципе, и не планировали уже. Мы дошли до базового лагеря. Или что, за два часа. Пообедали там. Собрались. И уже по темноте пришли, где-то часам к шести, да? Шрикхарков. Где, в принципе, сразу легли спать. Отлично выспались. Позавтракали. И вот сейчас уже спускаемся в Мананг. Время без десяти девять утра. Переночевали мы в неплохом отеле. Телечо, пик, отель и ресторан. Так он называется. О, лед. Все замерзло, сядет. Телечо хотел сказать. А, ну и сегодня мы, по всей видимости, спускаемся в Мананг. Моемся там, собираемся. Ну, конечно, сегодня опять такой день. Раздолбайство. Сегодня никуда не идем. Сегодня отдыхаем опять. Потому что вчера у Нади моральный дух совсем упал. А завтра мы уже, наверное, стараемся дойти до Як-Харки. Через день до Хайкемпа. И потом уже пойдем на штурм перевала. Торн-2. У кого с коленями есть проблемы, крайне рекомендую Ортез приобрести перед такими долгими походами. Ну, или хотя бы бинты эластичные. Они были киборги. Как там дальше-то? Как дальше-то? Заполодили. Они заполодили всю планету. Запутался. За вчерашний день мы набрали и сбросили где-то 1100 метров. И прошли 21 километр. Так что день вчера был такой боевой. Вот это. С Монангом я как-то немножечко облажался. И мы выбили для себя идеальный вариант, как идти на озеро Телечо, если из Монанга. То есть можно выходить из Монанга, идти до Шрик-Харки, оставлять там договариваться вещи не особо нужные. И дальше уже относительно налегке идти до базового лагеря Телечо. Там ночевать, оставлять остальные вещи, да. И совсем налегке идти на озеро, возвращаться в базовый лагерь, забирать вещи, идти в Шрик-Харку, здесь ночевать, забирать вещи. И прямо отсюда идет указатель уже на Яг-Харку. У Яг-Харку высота примерно столько же, там в районе 4000, чуть больше. И то есть, ну, экономия один день явный. А у нас получается как-то немножечко через одно место. По-моему, еще не рассказал об Анапурне. Если Эверест известен каждому, то об Анапурне знают далеко не все. Но есть два факта, по которым Анапурна превосходит Эверест. Первый, это что Анапурна это первый восьмитысячник, на который смогли взойти люди. Если на Эверест зашли только в 1953 году, это были Наргей Тенсинг и Эдмунд Хиллари, то Анапурну зашли в 1950 году. Это была французская экспедиция, скажем так, под командованием Мариса Эрцога. Буквально недели две-три назад дочитал книгу Мариса Эрцога, Анапурна. И всем советую ее посчитать тоже. Книга, по сути, носит, так скажем, документальный характер, но читается очень хорошо, затягивая. Ну и второй фактор, второй факт, что Анапурна является самой опасной горой в мире. Процент смертности при восхождениях на Анапурну достигает практически 40%. Правда, в последнее время ее начинает обходить Каншинджанга. Это тоже восьмитысячник, находящийся на границе Непала и Индии. Кстати, на Анапурне же и погиб знаменитый альпинист Анатолий Букреев, который многим известен по фильму «Эверест». Если события на Эвересте развиваются в 1996 году, то буквально через год, через полтора года, в 1997 году Анатолий погиб при стурме Анапурной под лавиной. И в базовом лагере Анапурной в данный момент ему установлен памятник. А тело его так не было найдено. Забыл еще добавить, что Анапурна в санскрите переводится как «богиня урожая». Анапурна в санскрите переводится как «богиня урожая». Я уже забыл, во сколько мы вышли, но где-то часа за три мы доковыляли до Монанга. 3.20 тогда. 3.20 щели. В общем, мы в том же отеле и нам дали тот же номер. А вещи надо вернуть чуть попозже. Хозяин отошел. А для желткаежек тоже можно многое приобрести на треке. Например, вот «Брауни». Этот. С корицей вот этот. Плюшка, там, круассаны всякие. Вот. И Надя успела помыться, а я нет. Там занято. Здесь где-то 5-10 градусов. Вот Надя сидит в пуховике, а я в шортах. Короче, я так и не поморился. Я пошел туда, разделся. Сначала намерзся, думаю, сейчас горяченькой воды. Хер там! Горяченькая вода! Холодные. Че-то пальцы сейчас, как у Мориса Ирцога, наверное, бутировать придется. Как отмороженные. Какой-то, сука, душ. Там нагревается минут на 7-8 градусов, хватает горячей воды. А здесь то, что нагревается от солнца. Ну, конечно, ни хрена не нагревается. Че-то ножки не идут, да? Да. Прогуливаясь по Монангу, мы все-таки пришли к выводу, что заселяться нужно было в отель Пьети. Это на входе в город. Судя по картинкам, вообще огонь. Сейчас отель полностью полон. Полностью полон. Полон отель. Все номера заняты, табличка весь. Очень такой демократичный магазин у бабушки, у которой вода по 50 рупий. Даже вот Coca-Cola пол-литровая за 100 рупий. Пиво в Ерест за 320. Всякие ништяки шерстяные. Мой-мой-мой-мой. Мой-мой-мой-мой. Друзья, еще важная заметка. Когда полетите в Непал на трекинг, берите с собой переходник под евро вилку. Потому что вот эти вот вилочки в их розетках, точнее сетевых фильтрах, болтаются как говно в проруби. Не, ну на самом деле, там вроде как-нибудь настроишь, вроде поставишь, вроде зарядочка пошла, да? Кто-нибудь подойдет, свою зарядку сунет в соседнее гнездо, твоя отходит. Короче, ну жесть вообще полная, на самом деле очень бесит. Берите переходник. Спасибо. 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 Спасибо.